Сейчас я раздаю натуру, и давайте-ка вы в этот раз попробуйте поработать с не очень крупными объектами. Что делаем на сегодняшнее задание? Делайте нагрузок. Напоминаю, никакого сильного нажатия на карандаш. Линия складывается. В этом случае они легко потом устраняются без всякого вреда для бумаги, когда вы корректируете нагрузку. Как всегда, первые 10-15 минут работаете сами, вспоминая все, чему вы научились. Давайте проверим. Первоначально при эскизировании что делается? Первое задание. Сначала примерная пропорция объекта. Первое, что вы решаете, как вы риск располагаете вертикально или перезоркально. Дальше. Дальше приблизительные наброски. Вот приблизительный набросок с чего начинается? Контур. Внешний контур. Не отдельные мелкие детали, а замкнуть внешний контур. Только после этого переходите к самым главным деталям внутри, по поводу дела корректируя внешний контур. Хорошо. Бакланчик, серый цаплин. Извините, это серебристая чайка. Вот большой баклан. Вот конюк. Вот андатра. Вот норка. Вот еще одна норка. Обратите внимание, во сколько раз черепа в размере могут включаться. Хотя это очень близкие родственники. Так, вот хомяк. Ну давайте, кто что хочет. Анда, еще одна есть, если кто не хочет. Посмотрите, со всех сторон посмотрите. Это любимый прикол на Олимпиадах школьников пугать. Это череп или не череп? А что это такое? Костика. А какая кость? Вот обычно вот так на Олимпиаде ухладываешь. Ну и проще определить. Ну какая-то есть и расширяется, ближе к тазобедренной. Это, наверное, нижняя черепа. Ваши дни. У меня была идея, что это, может, это таз? Таз. Это птичий таз, совершенно верно. Ребята, это же позвоночник. Ну это тоже позвоночник заметно. Сросшийся между собой позвонки. У птиц все тазовые кости срастают совершенно плотно. Исключительно длинный крестец. Дело в том, что левая и правая половинка таза с брюшной стороны у птиц не соединены. Таз открытого типа. Это надо, чтобы откладывать вот такого размера яйца. Представить себе, если бы таз был замкнут. Крупное яйцо просто не пройдет сквозь просвет таза. Так что это таз, конечно. А чей таз? Курицу. А вот этот за скелетик, это что? Какой именно? Вот, который Миша трогает. Вот это? А это грудная клетка крыски. Ой, Кейн. Хилипокриски нету? Черепокриски есть, а как же без черепокриски? Вау. Вот черепокриски. С разрушенными резцами верхней челюсти, правда, как совершенно цельненький. Вот. Ну я ребятам уже показывал самые малюсенькие. Ну их рисовать без особого... Круто-летучего мужа? Да, вот этот вот крот. Юлькин череп. Да, Юлькин череп. А вот этот вот крот. А вот этот вот дучка. Вот у чё ножка. Вау. А это чё? А это нижнюю челюсти. А чё? Ну, а прикиньте по размеру, кому подойдёт. Да, его. А где дюймовочка? Круто. А это кто? А дюймовочка пошла на бал вместе с Золушкой. В её на самом платке. Это кто? Где? Ну, догадайся, двух раз. Лягушка. Лягушка, правильная. Так она и есть. Лягушка. Ну всё, народ, давайте. Помните правила размера весны? Хороший. Три чеснок. Три чесноке весна. Не делайте одно. Объекты у вас сейчас маленькие. Но несмотря на... После того, как положилось в какое-то конкретное положение, ни в коем случае не двигайтесь. Объекты и рисовать всегда строго определенные точки зрения. Так, фиксаторы вам нужны? Только в данном случае, да, отщипните небольшой кусочек, какой вам надо, да? То есть, ворачивайте так, как нужно. Лучше фиксировать на пластилине, а на первое. На дальнейшее я планирую рисовательную часть. Ну вот, это первая проба теневого. А на последних пробах, немножко по учебу вас хулиганит с кушами. Есть желание? Угу. Так что тушевой рисунок, это уже вполне всерьез, от новика, вроде как египетская терапия. На тысячелетие. Тоже самое делать в фотошопе? Ну, на самом деле, было бы побольше времени, но чем будет с фотошопом работать? Возникает можно использовать фотографию в качестве... Рожамеется. В помощи цивили. Рожамеется еще. И все процессы подгонки фотографии по требуемой кондиции подгонки фотографии. Подгонки фотографии Давай мы сразу сделаем одну штуку. Вот я положу прямую линию, так чтобы она прошла через вот эти точки. Верхняя челюсть, вот этот выступ, затылочный мужчин. А вторая прямая линия будет линия лба. Скажи, сколько градусов? Примерно в этом углу. А теперь прикинь, такую линию на этом челюсть. Там где-то чуть ли не челется. Нет, во-первых, она просто не строится. Потому что если ты вот эту точку соединишь с вот этой точкой, окажется, что нижняя челюсть вот сюда выпала. Это во-первых. А во-вторых, конечно, все вот так. Вот так и вот так. Ты сделал невероятную широкую нижнюю часть. Продолжение следует... 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 А теперь посмотрите. Сравните вот этот отрезочек по длине и вот этот. Что про них можно сказать? А у вас раз, два. Два с половиной раз. Вот давайте отдел убирать. И заодно. Зубы вот здесь и они ниже. Конец может перейдем. Слушай, Колька, когда ты научишься не нажимать на карандаш, я поставлю себе сам памятник из мармелада до второго этажа. Но есть очень простое правило. На карандаш во время наброска не нажимать. Угу. Угу. Так, а ты знаешь, почти все правильно. Единственное, вот эту линию ты вернуешь, но начинается она вот здесь. Вот прямо отсюда зубов. Так ушло так под череп. Теперь. Существенно, что зубы здесь раздавали, то вот эта сторона. Ну, ничего. Совершенно. Совершенно направлено. Если это сделать, то сразу стало понятно форма слова людей. Ну, вот. Ты вот это вот выступление нанесовал. Вон, видишь, он вверх. А ты вот так удлинен оттащил. Сейчас. Угу. Луковая, да, вот. Чуть пониже. И, может, чуть покруче. Значит, вот в этой части поправить. Так? Вот здесь вот это. Вот, посмотри, где же плавный переход. Вот такого острого угла нет. Так что вот это убей. Вот так. Я имею в виду. Зачем? Зачем? А, да. Называется шеваренный отросток. Все отростки черепа, ну, во-первых, на всех черепах одинаковые. Они единственное, что могут делать, они могут немножко съезжать и менять размер. Менять на голову аж ворота. Ну, вот смотрим. Вот человеческий череп, он, вроде, совсем не похож на андактор. Видишь? А зачем? Ну, подумай. А зачем могут быть нужны какие-то отростки и выступы на скелетном элементе? Для крепления мышц. Разумеется, для крепления мышц. Пощупывай у себя ниже уха. Вот в этом месте. Очень хорошо прощупывается костяной валик. Да. Снизу он такой полукруглый. Вот это выступ. Называется сцелинный отросток. А теперь поверни голову подбородком, даже подбородок у тебя к плечу был направлен. И посмотри, что у тебя будет от сцелинного отростка вниз. Какая за мышца? Мышца, которая вот так окручивает шею и приходит вот к этой точке. К точке срастания грудины и плечицы. Но надо догадать, зачем нужны эти две мышечные элементы. Поворот головы и кивок вперед. Причем поворот и кивок, в зависимости от степени сокращения вот этой пары, можно проводить с наклоном или с наклоном. Голова ведь у всех млеков закреплена к туловищу очень подвижно. Но, конечно, не так подвижно, как у птицы. Птицы, в этом смысле, рекордсмену полные. Понимаешь, на сколько градусов сова может повернуть голову? На 270. На 270. То есть она может повернуть голову прямо назад, а потом еще раз. На прямой руке. Нам такое не снялось. Ну, давайте. Так, ну давайте смотрим, что мы имеем. Вот это окно, видите, вы его прониклили, если правильно понимали. А вот теневая зона от этого окна вот сюда уходит. Она куда поднимается? Теневая зона, да? Это не само окно. А поэтому форма черепа воспринимается не только за счет окон, но и за счет того, как тень распространяется. Так. А вот это уже скелетная штука. Смотрите, у вас форма глазница, вот она, да? Угу. Где более крутой, где более пологий склон. На вершину вот здесь, да? Угу. Вот этот склон более пологий или вот этот? Ну, у меня так нарисуем. Вот он более крутой. Вот этот более пологий. А ну вот сюда посмотрите. Ну, если отсюда звучит. То какой? Это более крутой. Это более крутой. Угу. То есть понятно, что глазница в другой форме. Угу. Это существенно. Потому что только вы глазницу поправите тут же, вам надо будет поправить бок. Угу. Так. И изменится все восприятие верхней части крыши. Угу. 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 Почему они важны? Угу. Вам очень сложно будет передать настоящую форму вот этого участка. Угу. Угу. Между двумя приподнятыми глазницами. Так? Угу. Передать не будет ничего сложно. Угу. Угу. Ну, для начала просто полную глазницу. Угу. Так. Ну что, контур я вроде у всех посмотрел. И сейчас давайте пособеремся. Напомню общее правило работы с тенью. С теневым рисунком. Продолжение следует...